Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас торник, 28 декабря. Обсудим сегодня в нашем видеообзоре, действительно ли началось ралли Санта-Клауса, что такое ралли Санта-Клауса, когда можно считать его начало, когда можно считать его конец, сколько раз оно было прибыльным, сколько раз оно приносило убытки, ну и чего стоит ожидать вообще в ближайшее время, и какие причины могут быть для падения, либо же для, наоборот, роста американского и российского фондового рынка. Также поговорим немного о валютной паре рубль-доллар, затронем тему, конечно же, еще и черного золота. Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции, все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. На рынках сегодня творится полнейший позитив. Если еще вчера китайский рынок находился в минусовой зоне, то сегодня даже Китай показывает небольшой, но все-таки плюс. Здесь, конечно же, играет на руку то, что правительство Китая продолжает увеличивать ликвидность. Мы с вами об этом очень много говорили, на этом останавливаться сегодня уже и не будем. Почему Азиатско-Тихоокеанский регион так хорошо себя сегодня чувствует из тех стран, которые торгуют, потому что сегодня частично еще люди празднуют Рождество, то, конечно же, это отражение реакции американского фондового рынка. Мы напомним, да, вчера американский индекс S&P 500 обновил свои исторические максимумы. Уже это произошло 69-й раз подряд за текущий 2021 год. Ну а если мы взглянем на Европейский театр действий, то сейчас мы с вами видим, что и индекс Московской биржи, и индекс РТС, и немцы все показывают шикарнейший рост. Лидерами роста сегодня на Европейском континенте является как раз-таки наш российский фондовый рынок. Индекс Московской биржи прибавляет 1,3%, индекс РТС 1,2%. Если говорить про индекс Московской биржи, то здесь быки пробили сопротивление, которое находилось на уровне 3780 пунктов, и попытаются на самом деле здесь закрепиться. Если мы сейчас посмотрим на американские фьючерсы, которые торгуются, то в среднем они прибавляют примерно по 0,5%, и я думаю, что тот позитив, который был вчера на американском фондовом рынке, он сегодня будет продолжаться. И таким образом можно говорить, что официально ралли Санта-Клауса, оно началось. Но вчера сразу же мне стали поступать вопросы такого характера, Владимир, ты же говорил, что как такового ралли Санта-Клауса в 2021 году не будет. Но вот здесь давайте на самом деле разберемся, что мы берем за основу ралли Санта-Клауса. Можно считать, что после Дня Благодарения, в конце ноября американцы отпраздновали, когда стартуют предрождественские продажи, то можно считать, что ралли Рождественское началось. Но официально, если брать статистику, то Рождественское новогоднее ралли считается именно последних 5 торговых сессий текущего года и 2 торговые сессии следующего года. И если мы посмотрим по вот этим правилам, то, конечно же, ралли Санта-Клауса здесь начинается. Почему всегда первая половина декабря, даже 2-3 декабря, проходят зачастую в минусовой зоне? Ну, ответ довольно-таки прост, потому что многие компании, многие владельцы компании, они начинают платить налоги. И тому пример как раз-таки тот же самый Илон Маск, наш главный инсайдер, наш главный ньюсмейкер 2021 года. Мы с вами прекрасно помним, да, как он распродавал свои акции Тесла. Вот на прошлой неделе распродажа акций Тесла закончилась Илана Маска. И акции вновь постановились примерно в район 1100 долларов за одну акцию данной компании. И именно к концу, да, вот этого так называемого периода, когда в Америке заканчивается уплата налогов, когда все управляющие уходят на так называемые рождественские каникулы, и на конец года уже страхов, рисков, что что-то либо обвалится, уже у игроков отсутствует. И тогда, конечно же, они начинают скупать то, что просело за вот первую половину декабря месяца. И как раз-таки, если мы даже с вами посмотрим на тот же самый уровень жадности и страха, то он находится на уровне 58. Все, что находится выше 50, считается уже позитивным моментом, хотя еще неделю назад такого позитива у игроков не было. И здесь давайте мы с вами разберемся еще в одном моменте, фундаментальном. А почему именно игроки посчитали, что сейчас фундаментально есть позитивные моменты? Мы посмотрим с вами на данные тех же самых мастер-карт, которые говорят о том, что розничные продажи в этот предрождественский период, который стартует всегда после Дня Благодарения в Соединенных Штатах Америки, вырос по отношению к 2020 году на 8,5%. А я вам много раз говорил, что ситуация в розничных продажах, она имеет оглубочайшее значение, потому что именно это показывает текущее отношение экономики. Что происходит, какая есть покупательская способность у простого населения. И мы с вами видим, что денежные средства у простого населения есть, то есть, соответственно, многие компании показывают существенный рост. Но здесь есть еще и пару ложек дегтя вот в эту бочку с медом, что мы сейчас видим позитив на американском фондовом рынке. Есть и тот же самый S&P 500. Вчера обновил все свои исторические максимумы, другие индексы находятся вблизи своих исторических максимумов. То вот те же самые компании, которые составляют почти одну четверть индекса S&P 500, я так говорю, прорасширенный так называемый ФААНК, куда входят Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, они сейчас не находятся на своих исторических максимумах. И здесь хотелось бы просто-напросто вам дать такую почву для размышлений, что как раз-таки выкупаются те компании, которые не показывали такого бешеного роста, которые сейчас находятся в тени. И именно те компании будут лидерами роста 2022 года. Ведь я много раз говорил на данном YouTube-канале, что в связи с политикой Федеральной резервной системы, которую она уже анонсировала, которую уже начала, мы с вами знаем, что ФРС более быстрыми темпами сворачивает свой печатный станок, и уже ходят слухи о том, что в марте месяце на самом деле начнется повышение ставки. И вот это повышение ставки в первую очередь как раз-таки отразится на компаниях, которые я огласил выше, да, вот так называемый вот этот расширенный сектор ФАНК, крупнейшие вот эти корпорации. И еще один момент, который тоже хотелось бы вам пояснить, что слишком вы не радовались, что индекс S&P 500 находится на своих таких максимальных значениях. И здесь я приведу как раз-таки слова главы Level Group, Дука Рэмса, который говорит о том, что на прошедшую неделю мы с вами могли зафиксировать 334 компании, которые достигли своего 52-недельного минимума. А сам S&P 500 как раз-таки достиг на прошлой неделе, это данные прошлой недели, 52-недельного максимума. То есть это нам говорит о том, что S&P 500 тянут не весь свой широкий рынок, да, если 334 компании с S&P 500, мы с вами логически можем предположить, что в индекс входит 500 компаний. То есть всего лишь 170 компаний тянут весь индекс S&P 500. И мы с вами прекрасно понимаем, что те же самые крупнейшие компании, Apple, Facebook, Amazon и так далее, если они накренятся, они составляют по капитализации одну четверть своего индекса, то здесь, конечно же, нам неминуемо мы с вами можем увидеть и тот же самый медвежий сценарий. И здесь хотелось бы просто-напросто обратиться немножко к истории. Вы все прекрасно знаете, что я люблю анализировать и сравнивать ситуации, потому что рынок имеет вероятность повторять те события в том или ином ракурсе. И если мы с вами посмотрим, то вот более 69 раз, да, мы сегодня в этом году обновляли свои максимумы. Такое происходило много лет подряд. И здесь стоит отметить следующее, что рост S&P 500 происходил в среднем на 1,3% вот в эти 7 торговых сессий. Но стоит отметить и следующий момент, что зачастую после таких моментов рынок либо находился в оффлете, либо же вовсе показывало более слабую динамику. А в предкризисные года, как раз таки, когда 2018, 2008 и 2000 год, декабрь являлся самым волатильным месяцем. На четвертом месте по волатильности стоит декабрь 2021 года. А я думаю, не стоит вам напоминать, что происходило в те года, которые я вам назвал. В 2018 году мы с вами увидели первую половину под флагом медведей. В 2008 год мы тоже с вами видели довольно-таки серьезную просадку. Ну а в 2000 год мы с вами увидели и вовсе старт большого медвежьего трехлетнего рынка. Конечно же, просадки, которые сейчас выкупаются, просто-напросто народ, который сейчас пришел на рынок, и пришел, скорее всего, в первой половине 2020 года, он не видел и не знает, что такое медвежий сценарий, что такое коррекционный сценарий. Мы с вами привыкли говорить о том, что те же самые мировые регуляторы всегда помогают экономике. Но во вчерашнем нашем видео я уже говорил, что те же самые регуляторы сейчас могут и сменять политику. Если та же самая Турция и Китай, наоборот, сейчас забрасывают ликвидностью, то те же самые Соединенные Штаты Америки уже начали сворачивание печатного станка. А Евросоюз уже нам вплотную начал говорить о том, что, скорее всего, с марта месяца тоже начнет ужесточать свою политику. Почему еще? Игроки сейчас настроены очень и очень позитивно. Но на самом деле просадку, которую мы с вами увидели с конца ноября месяца, что на американском рынке, что на российском рынке, был вызван, конечно же, ситуацией со здравоохранением. Это связано с новым штаммом вируса Omicron. Но мы с вами получаем много новостей от различных организаций, которые говорят о том, что Omicron мало-помалу, но вытесняет заболевших штаммом Дельты. И после того, как люди переболели этим же Omicron, у них вырабатываются вот эти какие-то там антитела, я не эпидемиолог, и они способны уже бороться с тем же самым штаммом Дельты. И мы с вами должны вспомнить то, о чем я говорил с вами еще в ноябре месяце, когда только-только стали появляться новости о новом штамме, что, скорее всего, если мы с вами не увидим более сильных побочных эффектов, не увидим летальности от нового штамма, то опасаться, конечно же, его и не стоит. И он станет той естественной вакциной, которую на самом деле многие хотели. Многие не доверяют тем же самым промышленным предприятиям. Мы с вами знаем, как люди относятся к этому процессу. Но вот Omicron может стать естественной вакциной для всего населения нашей с вами планеты. И как раз-таки, если мы с вами получаем такие новости, игроки прекрасно понимают, что вроде опасаться-то и не стоит. Но если Федеральная резервная система начнет ужесточать свою политику, она это уже заявляет, мы с вами прекрасно понимаем, что инфляция будет разгоняться и дальше, раз растут продажи розничные, соответственно, растет спрос, а мы с вами знаем, что большие перебои в поставках есть, соответственно, это будет еще больше разгонять ту же самую инфляцию. Особенно я говорю это про Российскую Федерацию. Мы с вами знаем, что декабрь месяц это самый неудачный месяц для инфляции. Кстати говоря, данные мы будем уже получать с вами завтра. И я думаю, что лишний раз мы получим подтверждение моим словам уже завтра. А раз будет разрастаться инфляция, то мировым регуляторам в виде Федеральной резервной системы, в виде ЕЦБ ничего не останется сделать, как на данный момент просто-напросто начать ужесточать свою политику. А в те моменты, как раз-таки, когда происходит ужесточение политики, то рынки начинают накреняться. Если мы с вами опять-таки посмотрим историю, то именно в те моменты, когда Федеральная резервная система начинала ужесточать свою политику, мы с вами не так давно снимали ролик про инфляцию, найдите в плейлисте, это было, по-моему, полторы недели назад, я подробнейшим образом рассказывал те стадии, когда Федеральная резервная система переходила к поднятию ставок, что происходило с американским фондовым рынком, ну а, соответственно, автоматом Билла и по всем остальным рынкам вместе взятым. Поэтому участвовать сейчас в новогоднем ралле или нет, если, конечно же, есть время, есть желание и хочется посидеть у монитора, да, вот в эти предновогодние дни, то, конечно же, вы можете поучаствовать. Пока что никаких негативных факторов за то, что рынки будут накреняться прямо сейчас мы с вами не имеем. Ну а если, на самом деле, вы не владеете временем, вы хотите уделить время подготовлением к новогоднему празднику, да, поиску подарков и так далее, то, на самом деле, я уже много раз говорил это в последних своих видео и говорил это в последних прямых эфирах, что с ребятами из своего премиум-чата, что в открытом, большом прямом эфире, который мы проводили с вами неделю назад, то как раз-таки лучше посвятить это время семье. 2021 год был шикарнейшим годом прибыли, да, частично бумаги у нас остались. Сейчас делать какие-то инвестиционные покупки на текущих уровнях, я не считаю целесообразным, лучше, на самом деле, подождать, когда вот весь вот этот пыл просто-напросто умерится. Еще раз хотелось бы повторить, да, вот слова представителя левела, групп, которая говорит, 334 компании находятся на минусе, то есть 2 трети индекса находятся на минимальных значениях, и всего лишь 1 треть этого индекса тянет рынок наверх. То представьте, да, если потянутся и эти остальные 170 компании вниз, то что будет происходить, ну не 170, даже меньше пойдут в какое-то коррекционное движение, а если пойдут крупнейшие гиганты, когда начнется сворачивание, когда начнется поднятие ставки, то здесь неминуемо коррекция. И вот эту просадку уже как раз-таки можно будет выкупать. Одновременно с этим хотелось бы вам напомнить. Многие из вас, я прекрасно знаю, все равно наступают на свои грабли и не слушают никогда ничьих советов, торгуют просто-напросто с плечами. Еще раз хотелось бы сказать, что сейчас закредитованность фондовых рынков очень и очень большая, и коррекция 5-6% может просто-напросто вызвать панические распродажи. Именно с этим мы с вами увидели, когда появились новости об омикроне, когда началось вышибание стобов. Именно это и было такой довольно-таки серьезным коррекционным движением первым на американском фондовом рынке в 2021 году. Об этом говорили и аналитики и Сити Групп, и Банкуп Америка. Мы много раз обсуждали это на нашем YouTube-канале. Данной ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну и как раз-таки опять-таки хотелось бы сказать, что на Новый год желательно, чтобы вы закрыли свои плечевые позиции, чтобы не нарваться на те же самые маржин-колы. Ну и, наверное, пару слов должны сказать мы о некоторых новостях, которые касаются непосредственно на российского фондового рынка. В частности, это, конечно же, товарно-сырьевой рынок. Это нефть и что происходит на рынке черного золота. Мы с вами видим, что цены на нефть по нефти марки Brent устремились к отметке 80 долларов. Почему такое происходит? Ну, на самом деле, нефть отчасти находилась под неким давлением, когда на вчерашний день были назначены переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки о возобновлении ядерной сделки. Но пока оттуда новостей мы никаких с вами не видим. Иран не соглашается на условия Соединенных Штатов Америки, США не соглашаются на условия Тегерана. И я думаю, что эта история будет продолжаться еще весь 2022 год. Ну, а игроки, конечно же, слушают мнения тех же самых аналитиков из Международного энергетического агентства, которые говорят о том, что, возможно, 2022 год будет все равно дефицитным для рынка черного золота. Потому что на протяжении вот этих нескольких лет, да, начиная с начала 2020 года, когда были нефтяные войны между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, мы с вами прекрасно помним, да, была нефтяная война, следом последовала ценовая война. Лично я считаю, что Российская Федерация в этой войне проиграла. Кто, что может говорить, судя по уровню добычи нефти, которую мы сейчас добываем, мы именно проиграли. Мы могли тогда согласиться на небольшое сокращение и добывать сейчас больший объем. И таким образом мы бы продавали бы то же самое, ну, получали бы нефти намного больше. Но здесь сколько людей, столько и мнений. Но после вот этой конфликтной ситуации мы с вами увидели, что и после прихода Джо Байдена к власти в Соединенных Штатах Америки в нефтяную отрасль последовало очень мало инвестиций. Соответственно, очень мало геолого-разведочных работ ведется. Раз очень мало геолого-разведочных работ, соответственно, новых месторождений мы с вами не получаем. А мало того, что нужно найти это место, еще необходимо потратить энное количество времени, это в зависимости от того, на какой глубине находится эта нефть, чтобы ее начать добывать. И, конечно же, все вот эти некоторые факторы, они сейчас сыграли за то, чтобы рынок нефти пошел вверх. Если я несколько видео подряд говорил о том, что нефть может упасть, ну, нужно быть объективным и говорить о том, что нефть может и порасти. Как раз-таки благодаря вот этим вот некоторым моментам. Докуда нефть текущий момент может порасти по нефтемарке Brent? Но если мы посмотрим с вами график, то, конечно же, где-то здесь сопротивление мы с вами можем увидеть 84,7. И вот где-то около 84 можно заходить и открывать свои короткие позиции. Я, наверное, именно этих уровней и буду дожидаться. Там очень мощное сопротивление. Это 84,7-86. Вот с этих уровней, конечно же, можно открывать свои позиции на снижение. Цены на нефть, которые сейчас показывают очень высокий рост, растут они только за сегодняшний день почти на полтора процента. И каждый день среднего они прибавляют. То, конечно же, это поддерживает наш российский фондовый рынок. И поддерживает как раз-таки нашу национальную валюту. И многие задают вопрос, Владимир, вот ты удачно отшортил индекс РТС, ну, фьючерс на индекс РТС. Мы, напомним, да, шортили с уровней, когда индекс РТС находился на уровне 1820-1830. Там мы открывали свои шорты и закрывали на уровне, когда индекс находился 1550. То есть очень хорошее движение мы словили. Все неудачные движения 2020 года, это наша сделка, конечно же, перекрыла. Где сейчас теоретически можно открыть шорты на индекс РТС? И здесь, на самом деле, если мы с вами посмотрим, опять-таки, тоже на график, то где-то от района 168 тысяч по фьючерсу, где-то до 172, вот в этом рубеже можно уже начать присматривать. Лично я думаю, что примерно здесь, скорее всего, закончится вот так называемая рождественская ралли, и до игроков начнет доходить, что праздники закончились, пора возвращаться в текущую жизнь. Ну, а текущая жизнь принесет нам, конечно же, очень-очень много разочарования. Российский фондовый рынок, несмотря на то, что я считаю, что первое полугодие 2022 года будет, конечно же, проходить под флагом инвестирования в наши крупнейшие голубые пишки, потому что будет крупнейший дивидендный сезон. Мы в этом году, наши нефтяники и газовщики заработали очень-очень хорошие деньги. Там и Газпром, и Сбербанк, и ВТБ, если Костя не кинет, будут выплачивать шикарные дивиденды. Лукоил тот же самый. Но одновременно с этим мы не должны забывать ситуацию, которая связана с геополитическими рисками. Западные державы продолжают давить на Российскую Федерацию. Ситуация с газом до сих пор остается неразрешенной. Мы с вами видим, что цены на газ просели после того, как танкеры США пошли в Европу. Что будет происходить с Северным потоком-2. И здесь, конечно же, будут риски наблюдаться. Соответственно, это все будет отражаться и на валютной паре рубль-доллар. Как я говорил, мы с вами знаем, мощная поддержка, да, это 73-73,2. Это уровень мощной поддержки для нашей национальной валюты. И обратите внимание на весь позитив, который сейчас творится на российском фондовом рынке, на американском фондовом рынке. То валютная пара рубль-доллар даже и не думает ослабляться. Да, обычно, когда такой позитив идет, полнейший риск он включен на рынках. Ну, конечно же, рубль должен просто-напросто на таких ситуациях укрепляться. Но не тут-то было. Сегодня мы даже видим, что небольшое укрепление, там, не очень небольшое, на момент съемки видео идет 0,2%. Но это говорит о том, что наша национальная валюта слабая. И здесь как раз-таки хотелось бы вам сказать, чтобы вы посмотрели вчерашний видеообзор, где я говорил, что наше руководство может посмотреть на движение того же самого Китая, той же самой Турции и тоже сменить истребенную монетарную политику на голубины. С другой стороны, у Центрального банка, у Министерства финансов РФ есть еще инструменты для искусственного ослабления рубля. Куда мы можем прийти? Ну, первая цель я назову сразу же, это 74,8. Потом это уже идет 75,7 и 76,2. Вот это основные, наверное, первые цели, куда может ослабиться наша национальная валюта только на искусственных ослаблениях. Ну, а если будет рисков или какие-то санкционные риторики в адрес Российской Федерации, то там мы с вами можем увидеть и более сильное движение. Это я говорю про движение на ближайший месяц, на январь. Я, конечно же, жду сильнейшего ослабления рубля, когда включится рисков на американском фондовом рынке. Автоматом он будет включаться и на российском. И там мы с вами можем уже поговорить о валютной паре рубль-доллар 80, 82, 83. Еще раз вам повторяю, чтобы потом не было вот этих комментариев фантастических, что Владимир говорил о долларе о 100. Я на протяжении долгого времени не говорил, что доллар по 100 у нас в России никогда не будет. Да, России не выгоден слишком сильный рубль, потому что мы экспортная страна, мы страна экспортеры. Мы как-никак получаем доллары, а внутри мы расплачиваемся рублями. Но нам и не выгоден слишком слабый рубль, потому что это ведет к дисбалансу. И об этом, кстати, говорила Эльвира Сахимзадовна Набиулина, много раз выступая на больших пресс-конференциях своих, отчитываясь перед депутатами Государственной Думы. Именно для этого и был создан вот этот так называемый плавающий курс. Мы об этом тоже с вами как-то не так давно говорили, что вот этот плавающий курс, он именно помог нам пережить кризисные 2014-2015, 2018-2019 года, когда экономика сама подстроила свой курс. Ну а в отступлении нашего президента о том, что у нас в экономике все слишком хорошо, как вот он 23 декабря, в мой день рождения, хвастался по телевизорам о том, что у нас мы одна из лучших экономик мира, да, мы очень хорошо пережили. Но одно дело говорить по стилю экранов телевизора, другое дело, когда мы с вами видим текущую ситуацию в стране. Опять-таки это сугубо, субъективно мое личное мнение, и вот эти политические некоторые моменты я здесь высказывать не буду. Дорогие друзья, ну вот такой небольшой у нас видеообзор получился. Тема видео сегодня хотела, ну, хотела сделать совершенно другую. Я хотел поговорить про доллар и рубль, именно отдельный видеообзор. Ну, у нас конец года все равно еще не закончился, у нас есть еще и 29-е, и 30-е число. Я думаю, что завтра мы можем либо послезавтра эту ситуацию объяснить. Просто очень много вопросов возникало, что такое ралли Санта-Клауса. Почему-то я вначале говорил, что ралли не будет, а оно в итоге вроде бы и началось, и американский рынок вот воспрял духом, не обновил свои исторические максимумы. Я попытался вам сегодня в данном видеообзоре это объяснить. Надеюсь, было понятно. Ну, а если не понятно, пишите свои вопросы в комментариях. Постараюсь вам этот момент и разъяснить. Ну, либо, если вот слишком сложно будет объяснить, снимем еще дополнительный небольшой видеообзор. Если видео понравилось, дорогие друзья, обязательно ставьте лайк. Если видео не понравилось, обязательно тогда ставьте дизлайк. Пишите свои комментарии. Желательно, чтобы эти комментарии были более пяти слов. Тогда YouTube засчитывает это за активность. Конечно же, дорогие друзья, не забываем подписаться на канал, нажать на колокольчик и нажать кнопочку «Все». Тогда вы будете получать доступ ко всем видео, которые выходят на данном канале. В новогодние праздники мы тоже будем работать. Единственное исключение будет 6-7 января, когда я уеду отдыхать. Это традиция. Там просто-напросто не будет интернета, и записать видео не будет представляться возможности. Не забываем проспонсировать данный YouTube канал. Тогда вы получите видео, которые доступны ребятам из премиум-чата. В частности, это прямые эфиры, которые проводятся чуть ли не еженедельно. Единственное исключение – это неделя, потому что она предпраздничная. Ну и, дорогие друзья, конечно же, не забываем подписаться на наши социальные сети. Это TikTok, ВКонтакте, Instagram, Яндекс.Зен. Открытый Telegram канал на мой личный Инстаграм. Можете подписываться. Ссылки на все наши ресурсы есть в описании и в закрепленном комментарии. Я же сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам хорошей торговли, если вы торгуете в эти праздничные дни. Если не торгуете, то желаю хорошенечко подготовиться к Новому году. Как-никак, это главный праздник нашей страны. Да, это семейный праздник. Мы все соберемся с семьями за столом. Все будем говорить добрые слова. Ну, а к тому, чтобы стол был накрытый, вкусностей было много, заранее надо подготовиться и выбрать еще заранее подарки. Конечно же, частично подарки уже куплены, но все равно какие-то маленькие мелочи, шероховатости мы покупаем в самый последний момент. На этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok